Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа «Итоги недели» в студии Андрея Лобанов. Коротко о главных событиях. Здесь 10 метров бетонной стены перепад. Здесь поднятие дороги на улице Заречной, где растет инфраструктура. В микрорайоне Зенина состоялась встреча с жителями в формате выездной администрации. В среднем это находится от 45 до 55 человек на данный момент на объекте. Сдача объекта это первый-второй квартал 26-го года. Новая поликлиника появится в поселке Мирный. Мы переносим этот памятник на новый сквер Победы, сквер Победы в Красково. Полностью памятник будет сохранен из его концепции, с каждой фамилией, с каждой плитой. В Краскове перенесут памятник защитникам Отечества. В городском округе Люберца существует достаточно много приютов для бездомных животных, и все они очень нуждаются сейчас в поддержке. Благотворительный концерт в поддержку бездомных животных провели в Центральном парке. А теперь подробнее о всех событиях. Глава городского округа Люберца Владимир Волков провел еженедельное оперативное совещание. Об итогах работы, проделанной за минувшую неделю и планах, на ближайшее время отчитались у руководителей структурных подразделений. Уважаемые коллеги, доброе утро. Начинаем наше совещание. Сегодня ряд вопросов, которые нам необходимо будет обсудить. Это хозяйственная повестка. Также на прошлой неделе был серьезный пожар на территории завода Ухтомский. Класс пожара и опасности был очень высокий. Работала также пожарная авиация. Предполагаемая причина пожара – аварийный режим работы осветительной электросети помещения мастерской по производству декораций. Отделом надзорной деятельности профилактической работы по городскому округу Люберца по факту происшествия проводится проверка. То, что повлияло на такое быстрое развитие пожара, помимо того, что погодные условия, это отсутствие схемы водоснабжения на данной территории. Собственник до сих пор не представит информацию об источниках наружного противопожарного снабжения. Территория бывшего завода Ухтомского – это 30 гектар. 41 объект недвижимости на нем располагается. Оплощая площадь всех объектов недвижимости – порядка 200 тысяч квадратных метров. Владеет всеми зданиями через офшорные компании гражданин Швейцарии Адольф Гаст. Собственник не уплачивает обязательные платежи по земельным налогам и по аренде земельной. На данный момент администрации проводятся суды. Все суды выиграны. Общий размер задолженности бывшего собственника – это порядка миллиарда рублей перед бюджетом городского круга Люберца. В центре города такой объект, который несет опасность для, в первую очередь, наших жителей и также для всех арендаторов, которые на этой территории находятся на постоянной основе. Михаил Владимирович, необходимо проверить еще раз все эти здания совместно с Андреем Николаевичем и привлечь всех заместителей, кто по своим направлениям. Есть пересечения по взаимодействию, пригласить всех предпринимателей еще раз на площадку администрации, еще раз предупредить и, конечно, ускорять процесс по реализации комплексного развития территории. По благоустройству Романцова Наталья Николаевна расскажет о всех проектах, которые реализуются на территории городского округа. В этом году у нас запланирована 31 дворовая территория, 4 парка, 3 сквера, 3 пешеходные коммуникации и 1 лесопарк. Продолжается работа в Наташинском парке. Сейчас уже практически завершены все работы по подготовке оснований под дорожно-тропиночную сеть. Ведутся работы с деревянными конструкциями, такие как сцена, амфитеатр с новым, соответственно, их обликом. Завершаются работы по возведению лодочной станции и смотровых площадок. Проводятся работы по озеленению территории. Конечно, Владимир Михайлович, как мы обещали жителям, в осенний период с дополнительными посадками зеленых насаждений на том участке, который будет завершен, мы, конечно же, придем, дополнительно высадим деревья и кустарники. Готовимся к новому учебному году и, конечно, к открытию новой школы в поселке Красково. На данный момент завершена организация, как и обещали жителям безопасной дорожно-тропиночной сети, ведущей к объекту. Установлены лавочки, урны, подведены коммуникации для подключения освещения. Освещение в этом сквере появится до 1 сентября. Также, Владимир Михайлович, приступили к работам по созданию пешеходной дорожки вдоль детского сада. Следующий доклад. Баран Дмитрий Юрьевич, обращение к поступающих от жителей. Убраны существенные навалы мусора и стихийных свалок на улице Молодежной, а также на проектированном проезде 42-96. Приведены в порядок территории вблизи торговых объектов в Октябрьском на улице Ленина. Это аналогично на станции Люберц-1, и там же у нас пресекалась несанкционированная торговля. В части ремонта эстакады Октябрьского проспекта вчера множество негатива было отмечено в социальных сетях. В настоящее время ведутся плановые работы по усилению диформационных швов. Мы вчера встречались на месте с подрядной организацией. С сегодняшнего дня они усиливаются второй бригадой, выходят на круглосуточный. Коллеги, по повестке все вопросы. В преддверии 1 сентября на следующее совещание прошу подготовить информацию по объектам дошкольного образования, по всем школам, подходы, подъезды, как организованы пешеходные переходы, знаки, весь этот пул вопросов. Продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду. В поселке Октябрьский проводят капитальный ремонт и меняют трубы теплоснабжения. Котельная на улице Ленина снабжает теплом весь Октябрьский. Капитальный ремонт начали в середине июля и закончат уже к 15 сентября. Причиной послужил износ труб, которые отслужили более 30 лет. Общая протяженность участка теплотрассы для замены составляет 850 метров. На данный момент общая готовность 50%. Осталось 50%, которые будут проходить от трассы М-5 Урал до жилого фонда. Конечно же, это будут определенные некомфортные условия для жителей. Деваться некуда. Труба достаточно в серьезном изношенном состоянии находилась. Работы будут завершены 15 сентября по подаче теплоносителя. Работы по благоустройству будут проводиться еще в течение месяца. Для того, чтобы навести полный порядок, восстановить асфальтовое покрытие, газонное и так далее. На Волковской улице между домами 5А и 7А появится новый магазин. Когда застройщик получил разрешение на строительство и какая у торгового объекта будет специфика, сотрудники администрации рассказали на встрече с жителями. На месте встречи работал Богдан Колесников. К строительству двухэтажного здания приступили в начале года. Каркас на стадии завершения. Впереди монтаж кровли и внутренняя отделка. По словам жителей, о том, что здесь появится магазин, они узнали только из паспорта объекта. Администрация города даже не обсуждала с нами, что строить на этом месте. То есть оперативно весной началось быстрое строительство этого магазина. Причем это было шумно, по ночам и вообще как-то нарушая все правила и законодательство РФ. С восьми до двух ночи вот они заливали. Бетон заливали, потому что невозможно якобы остановить. Постоянно долбежка, шум такой. Земельный участок площадью в полгектара находится в собственности с видом использования под магазин. Разрешение на строительство выдал госстройнадзор Московской области. Жители смирились. Но беспокоит другой вопрос. Отсутствие парковки. У него рядышком еще есть земельный участок 239 квадратных метров. Чтобы парковка была не за счет, образно говоря, придомовой территории, не за счет городской земли, а непосредственно земельного участка, который находится в собственности либо в аренде. У него два земельных участка в собственности. Вы сказали, два земельных участка. На втором будет располагаться парковка, а иначе бы он магазин не построил. Правильно? Правильно. Интересуют жильцов дома и специализация торгового объекта. Люберчане не хотят, чтобы на лавочках и детских площадках сидели шумные пьяные компании. У какого-либо алкомаркета, либо чего-то еще не будет, будет обычный магазин со своей парковкой. У жителями принято решение создать инициативную группу, которая в удобное для них время будет приглашена в администрацию для ознакомления с документами, которые послужили основанием для выдачи разрешения на строительство магазина. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В микрорайоне Зенина во время праздника День соседей проходила встреча с жителями в формате выездной администрации. На вопросы Люберчан ответили глава округа Владимир Волков, руководители структурных подразделений и депутаты. Подробнее расскажет Богдан Колесников. Проходим по одному, мы начинаем! Проходим через болото. Для маленьких жителей подготовили развлекательную программу с подвижными играми и сладостями. Отличные мастер-классы. Малышка еще маленькая, но ей уже очень интересно. Слепили мороженое. Будем есть. Держи. Прыгали, прыгали на конкурсах, были. Здесь круто. Вот бы такие праздники были чаще. Посмотрите, какие эмоции передают эти глаза. Глаза родителей, глаза детей. И вот то, что вы видите, это на самом деле собрано силами нас и наших соседей, наших активистов, нашей молодежи. Все абсолютно безвозмездно пришли и пытаются помочь людям получить яркие эмоции. Кроме того, что и здесь, мы вечерами собираемся, играем в футбольные команды, проводим время именно в спорте, в досуге и в общении с нашими соседями. А поблизости взрослые решают насущные проблемы. Во дворе 28-й школы работает выездная администрация. Здесь 10 метров бетонной стены перепад. Здесь поднятие дороги на улице Заречной, где растет инфраструктура. И вот наше СНТ оказалось в замке. То есть, если сейчас не сделать тех или иных каких-то действий на первом этапе, да, ну, через год, через два, я скажу вам, что у нас люди утонут. Семья Каневых проживает в Зенине с 16-го года. Микрорайон молодой, развивающийся. Уже в сентябре на Озерной улице откроют детский сад на 140 мест, а в 26-м – школу. Запуск движения по северо-восточной хорде улучшила транспортную доступность. Но жителям расположенных рядом с магистралью домов ночью не до сна. «Шум большой. Экранов нет. Мы испугали, что квартиру недавно купили. И появилась дорога, и появился очень большой шум. Дети маленькие, окна выходят на дорогу. Окно открыть вообще невозможно. Не, правда, серьезно. Мы нас заверили, что всё будет доделано, всё будет на высшем уровне, можно сказать». На встрече обсудили вопросы развития социальной инфраструктуры, содержания дворов, предоставления земельных участков льготным категориям граждан и открытие парка «Дружбы» на Чёрном озере. В жилом комплексе Томилино-парк строится новая поликлиника для взрослых и детей на 540 посещений в смену. Срок реализации проекта – начало 2026 года. Глава округа Владимир Волков посетил объект и проверил ход работ. На месте была и наша съемочная группа. Общая площадь строительства новой пятиэтажной поликлиники в поселке Мирный больше 6000 квадратных метров. Её возведение начали в конце 2023 года. Сейчас на стройплощадке возводят монолитные конструкции и прокладывают инженерные сети подземной части здания. «В среднем это находится от 45 до 55 человек на данный момент на объекте. Сдача объекта – это первый-второй квартал 2026 года». По завершении первого этапа начнутся работы по устройству стен и перегородок. На этом социальном объекте предусмотрены кабинеты как врачей общей практики, так и специалистов узкого профиля. Лечебное учреждение будет работать в две смены. «Это будет очень современный объект, оборудованный всем необходимым медицинским оборудованием. И, конечно, жителям данного микрорайона Мирный будет очень комфортно здесь получать любую квалифицированную медицинскую помощь. Таких объектов не возводилось здесь никогда». Поликлиника для взрослых и детей рассчитана на 540 посещений в смену со встроенным постом скорой помощи на две бригады. Социально важный объект планируют завершить в начале 2026 года. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. К школе готовы. В преддверии Дня знаний в городском округе Люберцы прошла акция «Собери ребенка в школу». На этот раз вручение учебной атрибутики будущим первоклассникам и школьникам прошло в картинной галерее. Подробнее в материале моих коллег. Первыми за своими подарками вышли будущие первоклассники. Им вручили новые портфели и наборы школьной канцелярии. Ксюша Кузнецова в этом году впервые переступит порог школы. Теперь она полностью готова к учебному году. «Я очень жду в сентября. Я уже пойду в школу. Мне подарили портфель и чемоданчик. Мне понадобятся подарки». Акция «Собери ребенка в школу» ежегодная. В городском округе она проходит с 2017-го по инициативе комиссии по делам несовершеннолетних. И направлена на оказание помощи социально незащищенным, многодетным, малообеспеченным или попавшим в трудную жизненную ситуацию семьям. «Дарим вам подарки для того, чтобы первое сентября у вас было радостно, как уже было сказано. С этими подарками вы приносили только пятерки с хорошим настроением. Родителям, конечно, я пожелаю терпения, особенно тех детей, которые идут в первый класс». Помощь семьям оказывают представители администрации, депутаты Совета депутатов, благотворительные фонды и предприниматели. В этом году школьную и спортивную форму, канцелярию и рюкзаки получили 57 детей. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В округе прошло торжественное мероприятие, посвященное Всемирному дню гуманитарной помощи. Люберчан, который готовы оказывать помощь людям, попавшим в трудную ситуацию, приветствовал глава округа Владимир Волков. «Есть люди, на которых можно опереться. И это и молодежь. И очень приятно, что у нас в наше волонтерское движение, движение тех людей, которые оказывают гуманитарную помощь, у кого в большое сердце вливаются именно молодые ребята и девчата. Это, соответственно, и серебряные волонтеры наши, которые всегда на передовой. Люберцы никогда не были равнодушны по отношению к чужой беде, к чужому горю, к проблемам. Спасибо вам, в первую очередь, за это. Спасибо за то, что вы делаете». Акция по сбору гуманитарной помощи «Доброе дело» уже более двух лет объединяет тех, кто вносит вклад в победу. В картинной галерее чествовали волонтеров, участников спецоперации и их семьи, трудовые коллективы, которые оказывают помощь бойцам и мирным жителям. «Все наши сотрудники проникли с этой задачей понимать ближних. И у нас уже было 27 гуманитарных сборов. 27 раз наш грузовик ездил и в Белгородскую область, Луганск. Буквально в субботу ребята вернулись из Курска. Абсолютно сами всё собирают. Кто деньгами, кто чем может. Формируем наш груз и вперёд. Делали это, будем делать и продолжать, пока в нас нуждаются люди». Во время пандемии коронавируса и с начала СВО к гуманитарной миссии присоединилась Люберецкая молодёжь. Студенты медицинского колледжа, российской таможенной академии и техникума Гагарина помогают по зову сердца. «Практически 90% студентов нашего техникума вовлечены в волонтёрское движение, так или иначе. На регулярной основе ребята собирают гуманитарную помощь, которую мы передаём городу, и она, соответственно, доходит до своих адресатов. И сегодня вот такая беда случилась в Курской области. Действительно, вот сотрудники собрали гуманитарную помощь, необходимые вещи, которые передали, и также они дошли до Курска». Всемирный день гуманитарной помощи учреждён Организацией Объединённых Наций в 2008 году. Его отмечают 19 августа. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. 30 лет назад был утверждён День государственного флага России. Праздничные мероприятия проходят по всей стране. В Люберцах главной локацией стал Центральный парк. Подробнее расскажем в сюжете. Праздник главного символа, День флага, нашего триколора. Это флаг, который олицетворяет стабильность, это флаг, который олицетворяет традиции. Традиции нашей страны уходят глубоко в историю. Всем здоровья, мира, добра и всех с праздником! Люберчанам, которым исполнилось 14 лет, Владимир Волков торжественно вручил основной документ гражданина Российской Федерации. Я очень рада в такой день получить паспорт. В День флаг России поздравляю всех, желаю счастья, здоровья и хороших оценок в сентябре. Для школьников большая развлекательная программа. Интерактивно-познавательные игры, лекции, художественная роспись от русских народных промыслов. Для малышей – мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. И сегодня мы делаем лошадку, и гриву ей сделаем в цветах флага России. Смотрите, верхний слой мы сделаем белый, потом синий и красный. Смотрите, какие красивые лошадки у вас получаются. Со сцены звучат патриотические песни в исполнении заслуженных артистов Московской области и творческих коллективов округа. В каждом произведении – любовь к отечеству и гордость за свою страну. Мы поздравляем всех с праздником, с Днём государственного флага, с Днём флага России, Россия – мощь, победа будет за нами, ура! Желаем вам, дорогие люберчане, здоровья, счастья и всего самого лучшего. Поздравляю с Днём флага всех люберчан, желаю, чтобы такое хорошее настроение было у вас всегда. Праздник установлен указом президента Российской Федерации в 1994 году. Он посвящен возрождению национального триколора, который как символ государства начали использовать ещё при императоре Петре I. В картинной галерее «Люберец» состоялась встреча молодёжи с участниками специальной военной операции в рамках федерального проекта «Диалог с героями». Эта дискуссия приурочена ко дню государственного флага Российской Федерации. На месте работала съёмочная группа нашего телеканала. Встречи в рамках проекта «Диалог с героями» в «Люберцах» проходят на протяжении двух лет. Виктор Исаев – заместитель командира батальона «Барс-13» «Русский легион». До начала СВО неоднократно бывал в Донецке с гуманитарными миссиями. На специальную военную операцию пошёл добровольцем. Войну я встретил в самом Донецке. Именно начало СВО, 23 февраля. Я был со своими товарищами. Мы привезли как раз туда гуманитарную миссию, в детский дом Донецка. И с утра все узнали, что началось СВО. На встречу собрались не только представители молодёжи городского округа «Люберцы», но и волонтёры из Котельников, Раменского и Балашихи. Александра Насырова – волонтёр уже два года. И всё это время занимается сбором гуманитарной помощи. Мне кажется, такие встречи для подростков и любых детей – это очень важно, потому что многие люди сейчас не понимают, что происходит именно там. То, что нужно помогать, а не сидеть на одном месте, сидеть в телефонах, сидеть и всё в этом роде. Нужно помогать, как-то стремиться, быть не беспомощной этой земле, как говорили. В конце беседы волонтёры задали интересующие их вопросы. Встречи молодёжи с героями нашего времени, бойцами специальные военные операции в городском округе проводят регулярно. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Местное отделение партии «Единая Россия» в честь Дня государственного флага Российской Федерации, который отмечают 22 августа, организовали масштабный велопробег. Какая дистанция ждала участников заезда и как с ней справились, расскажет наш корреспондент. Мероприятие было проведено с целью патриотического воспитания нашей молодёжи, а также, чтобы просто ребятам напомнить об этом великолепном нашем празднике. Маршрут начинался в Томилинском лесопарке на территории Дзержинского, а закончился в парке «Лесная опушка» в Октябрьском. Колонна Люберчан преодолела дистанцию 10 километров. Вначале казалось, да что там 10 километров, и вначале так и казалось. А потом, когда начались всякие кочки, всякие грязи и преграды прочее, стало тяжело. А потом снова привык. Мне понравилось, что здесь были абсолютно незнакомые мне люди, с которыми я познакомился непосредственно. Вот такое спортивное мероприятие проводим сегодня, в День государственного флага. Молодёжь у нас спортивная, патриотичная, сильная. И в этом мы абсолютно уверены. Поэтому вот так вот вместе, сообща, мы сегодня преодолели эту дистанцию. Слава Богу, всё у нас благополучно прошло. И на финише каждый желающий сейчас получит арбуз. Главная цель мероприятия – объединение Люберчан в честь праздника. Поддержка здорового образа жизни и заряд хорошим настроением. После дистанции спортсменов ждали угощения, мастер-классы, интерактивные игры и выступления артистов. Всего в велопробеге участвовали около 200 человек. Анастасия Квадинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Просьбы жителей посёлка Красково услышаны. Теперь памятник защитникам Отечества Великой Отечественной войны, который стоит на пересечении двух дорог, перенесён в более удобное место. Глава округа Владимир Волков встретился с инициативной группой и обсудил все вопросы. На месте работала съёмочная группа нашего канала. Я уже живу здесь на протяжении 50 лет. И всё это время, когда собирались мы на 9 мая, в день начала войны, то уже было проблематично подойти к этому памятнику, возложить цветы. Сейчас население растёт, скажем, годом у нас, возрастает. И поэтому небезопасно даже подойти сюда. Действительно, жители и мы, ветераны, обращались к главе с просьбой о переносе этого памятника. Именно с этой развилки в годы Великой Отечественной войны уходили жители Краскова на фронт. На соединении двух дорог Красковского шоссе и улицы Карла Маркса памятник защитникам Отечества установили в 1970-м. В 2010-м он был отреставрирован. Но с развитием инфраструктуры посёлка проведение памятных мероприятий на этом месте стало небезопасным. Да, он был построен, это было хорошо. На въезде в Красково такой памятник, память о наших героях войны. Сейчас, когда такой сплошной поток, когда мы разговариваем и не слышим друг друга, он, конечно, здесь не на месте. Собрать здесь детей или самим прийти возложить цветы просто опасно для жизни. Конечно, ему здесь не место. Место ему в парке Победы. После многочисленных обращений жителей в администрацию округа принято решение о переносе памятника. Мы переносим этот памятник на новый сквер Победы, сквер Победы в Красково. Полностью памятник будет сохранён из его концепции, с каждой фамилией, с каждой плитой. Те плиты, которые повреждены, будут восстановлены. Самое главное, что само решение о переносе этого памятника принимали наша общественность, наши ветераны, наши жители Красково. По просьбе жителей мы делаем этот перенос. Работы уже начались. Перенос памятника защитникам Отечества будут контролировать представители администрации и жители посёлка. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Парку Победы в Краскове быть. Как обустроят новую зону отдыха и что станет её главной достопримечательностью, Владимир Волков обсудил вместе с жителями. Тему продолжит наш корреспондент. Мы собрались для того, чтобы всё-таки обсудить концепцию развития парка. У нас нет территории Красковой. Вот это место было определено с жителями, ветеранами. Пришло время его просто благоустраивать. Поэтому самое время обсудить. На территории площадью 3 гектара обустроят дорожки, по периметру установят освещение, лавочки, урны и камеры видеонаблюдения. Главной достопримечательностью жители попросили сделать стелу с именами участников Великой Отечественной. Её перенесут с развилки на пересечении Красковского шоссе и улицы Карла Маркса. Это история с переносом памятника. Началась ещё в 2003 году. Ещё председатель Совета ветеранов Шкодин первый обратился с переносом. Потому что там, где сейчас находится памятник, уже не обеспечило безопасность. Территория очень маленькая. И когда приходили туда люди в праздники, ещё какие-то мероприятия, уже там не было возможности стоять. Уже ГИБДД, там люди стальной обочины обеспечили дорожную безопасность. По просьбе ветеранов и жителей посёлка обновлённую стелу установят в центре будущего парка, напротив Большого Красковского карьера. Все идеи, которые в головах есть, их надо озвучивать. Пока мы шли, как раз письмо передали наши жители по поводу инициативы тех родственников, которые ушли на войну, не вернулись. И те, которые не были вписаны на старом памятнике, также дополнить. Это тоже дополним. У нас возможность такая есть. Также в парке обустроят островки, где установят военную технику. Высадят деревья, кустарники, разобьют цветники. Отдыхать можно будет в любое время года. Здорово, что в этом месте заложат новый парк, новый парк памяти воинов, кто погиб в Великую Отечественную войну, памятам афганцев, кто в Чечню прошёл. И сейчас идёт война. И очень здорово, что сейчас в этом месте будет парк, куда мы сможем прийти, возложить цветы, венки, помянуть наших товарищей. Пожелания жителей были учтены. Уже в следующем году на этом месте приступят к благоустройству парка Победы. Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Центральном парке Люберец прошёл благотворительный концерт в поддержку бездомных животных. Организовали и сбор помощи для приютов городского округа. О том, сколько килограммов корма удалось собрать, посчитаем в сюжете. Ежегодно на третью субботу августа приходится праздник, посвящённый четвероногим, которые живут в приютах. Благотворительный концерт в Центральном парке организовали представители местного отделения партии «Единая Россия». В городском округе Люберца существует достаточно много приютов для бездомных животных. И все они очень нуждаются сейчас в поддержке. Некий фокус помощи гуманитарной сейчас сместился в сторону специальной военной операции. И собакам, кошкам, которые находятся в приютах, очень сильно не хватает поддержки. Поэтому этот праздник организован именно в части того, чтобы помочь приютам сейчас в это непростое время и для них тоже. В рамках благотворительного вечера выступили вокалисты. Для детей организовали мастер-классы по изготовлению фигурок животных из бумаги и надувных шариков. Жители городского округа приносили корм, лекарства и игрушки. Среди добровольцев Анастасия Ильишенко. Вообще я очень люблю животных. У меня постоянно были кошки, собаки дома. Поэтому мы решили сразу помочь, так как бездомным животным всегда нужна наша помощь. За этот день удалось собрать больше 50 килограммов корма. Вся помощь от благотворительной акции будет передана в приюты для животных городского округа. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше интересных новостей ищите в наших социальных сетях и, конечно же, на нашем сайте lrt.tv. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова